Конкурсная программа в формате батлов «Танцы, стихи и песни». В Доме культуры «Большевик» прошел пятый юбилейный фестиваль молодежного самодеятельного творчества «Яркий Я». Организатор управления по работе с молодежью администрации Серпухова и Молодежный центр «Молодость». В атмосферу творческого соперничества погрузилась и моя коллега Инна Шейнина. Алексей Зудин, команда «Кью Джеймс» начал петь еще в школе. Сейчас ему 23. Выступление на публике – дело привычное. Но фестиваль – это все равно волнение, экспромт, соперничество. Это неизвестно, какая будет песня, как выступят. Все-таки все растут. Я, в принципе, просто выхожу выступить, показать номер, чтобы люди вспомнили песню, чтобы люди подпеяли. Поэтому не столько за победу, сколько действительно сам номер показать, что ты можешь. Жестких рамок выступлений на фестивале нет. На одной сцене читают стихи Цветаевой и свои собственные. Поют песни из старых советских фильмов, исполняют рэп. Свои таланты можно проявить в четырех номинациях – хореография, художественное и авторское слово, вокал. Максимальное количество участников поет. Я его вечера не вязала для тебя, моя добрая мать. Идет из-за мы здесь до конца. Чтобы оказаться в числе победителей фестиваля, необходимо одержать победу в первом туре и проявить себя в импровизации во втором. Это непросто. Надо завоевать любовь зрителя. Первый тур проходит в форме батла. Мы сознательно выбрали данную форму проведения мероприятия, потому что молодежи очень нравится соревноваться. Батл – это то, что нужно молодежи. В номинации «Вокал» решением жюри и зрителей победу одержала Анастасия Бажанова. Затем наступила очередь прочтения стихов и отрывков прозы. Жизнь – пренеприятная штука, но сделать ее счастливой не так уж трудно. Сильнейшим и самым ярким в номинациях «Авторское слово» и «Художественное слово» оказался Келлахан. Под таким сценическим псевдонимом выступает Николай Мороз. В номинации «Хореография» блистала Александра Фролова. «Хоропия»! «Хоропия»!